приехали простреливать патроны искал он рейдж с чизы снег шел всю ночь местные сюда не суются он там останавливается наверху и идут пешком я теоретически проехал сюда заезжать не стал здесь уже достаточно глубоко но туда проехал поднялся спустился типа колесии накатал снег идет посмотрим буду стрелять лежа без флагов ну может заодно и заочку стрельну у меня 60 где-то патронов теоретически должно хватить ладно сейчас поставлю мишень заботливо установленный там под мишенник налиплю сколько туда влезет мишени и постреляем повесил мишеньки буду стрелять часа своего континенталя и параллельно поставлю vortex strike eagle будут тесты его проводить предварительно я посмотрел уже в него прицель зачетный на вскидку кроме сетки наверно разницы особой нету континенталя чуть желтее картинка строки иглы чуть белая очень похожа оптика на вайпер мне кажется она ближе к вайперу чем даймондбеку как прицелы веном здесь отличаются прицелы не зря их немножко в разный ценовой сегмент поместили посмотрим пошел снег прям блин зарядом не видать нихрена пробоины одну группу отстрелял даже скорректироваться не могу пойдем посмотрим так на стрелять не видя пробоин конечно то еще занятие но грубо могу сказать что эти патроны с чизы не полетели у меня ска стандарт летят лучше попытка стрелять за очку раз-два-три группа более-менее там где нужно та группа вообще влево ушла ну не видно в рабоин чуть скорректироваться как снег то идет то не идет даже забирать мишени не буду да вот такая вот у нас картина пока ходим мы не ищем легких путей ну что сказать заключение сожалению не полетели эти патроны может и к счастью хрен его знает короче у меня искать стандарт летит лучше всего с этой винтовки которые консервы как неудивительно но факт очки все запотели до стрелять в снег то еще удовольствие вортекс тоже нихрена не видно пробоин аккуратность похожая когда я сейчас начал анализировать отстреленную мишень вот эту вот всю стену залепленную мишень внизу там у меня будут мишени которые я стрелял вслепую потом чуть-чуть снег там прорядился я мог стрелять скорректировку когда начал стрелять за очку наверное имело смысл не все-таки отстрелять целиком потому что по кучности принципе около минуты вот одна там с отрывом полторы минуты мне вышло давайте сейчас посмотрим вот сейчас сижу анализирует стрельный материал в принципе кучность около минуты получается такая же как и на не отобранных патронов у меня вот три мишени которые отстрелял типа для заочки с пристрелкой здесь хоть как-то более менее я начал видеть пробоины каких-то мишенях вот где стрелял на ощупь вот эти вот у меня ты тут нижняя вся часть это я стрелял не видя пробоин вот первая самая группа я ходил корректировался вот эти три отстреливал возможно имеет смысл продолжить с ними эксперименты конечно же может быть тоже отбором заняться но они стоят недешево быка имеет такой же как у патронов лопова спортивных не знаю наверное еще имеет смысл с ними заморачиваться не буду так уж отрицать конкретно ну погодные условия сами понимаете не способствовали высокоточной стрельбе ну вот видите статистика говорит немножко в обратном да здесь вот понятно что разброс но здесь вообще даже видно что на белом фоне здесь никаких пробоин не видно здесь вот более-менее тут вот я видите носил корректировку так как стрелял без флагов но в принципе в принципе если совместить группы там где они должны быть где-то там 45 46 очков в этой мишени выбивается это достаточно средний крепкий результат короче надо с ними будет еще по заморачиваться а я вспомнил такую информацию что когда я был на мкф-классе то некоторые стрелки использовали данный боеприпас именно искал он кренч его кстати рекомендуют для того чтобы стрелять на 200 метров и далее так вот у них он тоже не полетел и решили на то что в темпе попалась такая партия я эти патроны тоже покупал в темпе и достаточно недавно то есть может быть имеет смысл продолжить эксперименты с этим боеприпасом напишите пожалуйста в комментариях кто вот недавно закупался в темпе как они у вас полетели потому что мне очень сильно расхваливали этот патрон но по факту он полетел у меня гораздо хуже чем ожидалось ну вот такая вот пища для размышлений получилось спасибо большое за просмотр лайк подписка пишите комментарии я видел что многие стреляют этими патронами с чизе так и они у них летят хрен знает может партия такая попалась ну и плюс пробоин не видно ветер есть корректироваться невозможно не стрельба на кучность и так стрельба в ту сторону все после всего этого безобразия коврик от русского снайпера который был весь в снегу я у типа привет сушиться на его сушить не нужно он не впитывает вообще влагу но с одной стороны это круто то есть можно лежать в снегу но как только вы встали снег туда насыпался и вы потом лежите уже в луже этот момент надо учитывать то есть сверху накрывать или убирать его когда выходите но сушить его абсолютно не нужно просто сейчас сворачиваю и прячу